Привет всем любителям парфюмерии! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас такой будет парфюмерный тег в пленере, правильно? Мы выехали за город с семьей и у меня есть возможность поснимать для вас на улице. Я надеюсь, вам такая картинка понравится. Честно говоря, я садилась сейчас снимать совсем другое видео. И буквально пару секунд назад Наташа Золотарева опубликовала в своих сошалах информацию о том, что люди активно снимают видео на придуманной ею и Машей о нашем главном тег. И я решила, что пока эта тема еще интересна и наверняка Наташа ждет видео и поддержки по этому тегу. От многих блогеров и блогеров я решила быстренько снять именно этот тег. Хотя вот буквально садилась и даже приготовила совсем другие парфюмы, совсем для другого видео. Честное слово, у меня такой первый раз. Но давайте попробуем, давайте попробуем про ароматы и стили 20 века поговорить. Давайте я свою версию, свою версию этого тега вам озвучу. Не буду вам рассказывать о истории и о каких-то теоретических нюансах. Мы уже все с вами искусствоведами сделали за последние несколько дней. Давайте исключительно о парфюмах. Так, стиль ардеко. В каком аромате вы пошли бы на вечеринку Гэтсби? Вообще я вот не особо разделяю восторгов по поводу самого стиля, если говорить о каких-то модных тенденциях ардеко. В современное время этот стиль обыгрывают немножко иначе, мне кажется, чем он выглядел, если мы говорим о моде сейчас. Чем он выглядел изначально, и вот эта вот опущенная талия в платьях мне никогда особо не нравилась. И намного более интересную вещь сотворил Жан Пату в, по-моему, 29 году, когда все-таки он изменил женское платье и вернул талию на свое место. Так что если говорить о каких-то стилистических решениях, таких аутентичных этого времени, я не очень люблю их. Хотя в фильме на вечеринке Гэтсби, конечно, костюмы были потрясающие и все выглядело более приятно, мне кажется, современному глазу. Если вы будете слышать какие-то потусторонние звуки, простите меня ради бога. Я надеюсь, мой микрофон справится с большинством из них, если нет, снимаем в пленере, ребята. Вечеринка Гэтсби. Я долго думала, ну если бы это была вечеринка, наверное, да, это была бы либо Бараонда, алкогольный какой-нибудь аромат, либо есть парфюм у парфюма Мрома. Я вставлю фотографии парфюмов для того, чтобы вы посмотрели названия все. Это были бы какие-то алкогольные ароматы. Но если бы мне, я знала, что на этой вечеринке я встречу какого-то героя своего сердца, не знаю, или своего романа, я бы надела что-то более глубокое. Я бы надела бы жакет Герлена. Я рассказывала об этом аромате в своих предыдущих видео. Он для меня необычный, женственный и глубокий, и роскошный. И в нем есть все то, что соответствует для меня времени, эпохи арт-деко, собственно. Так что да, жики от Герлена. Бурлеск. Чем пахнет в закулисье Мулен Руж? Когда я думаю о закулисье Мулен Руж, о танцовщицах, я вспоминаю и свое некое танцевальное прошлое. И я точно знаю, как пахнет в раздевалках танцевальных. Поверьте мне, запах там стоит, конечно, ну не очень приятный. Ну не знаю, возможно это в моем таком подростковом прошлом был точно не самый приятный запах. Но для меня закулисье Мулен Руж должно пахнуть достаточно будуарно, достаточно косметически, достаточно женственно. Машины будут, наверное, ездить. Простите, если вы слышите какие-то посторонние звуки. И для меня таким ароматом является на Эмма от Герлен. Это, ну я в нем чувствую вот именно, я в нем чувствую и сигаретный дым, вы не поверите. И сигаретный дым, и какие-то телесные ноты. Здесь нет явного мускуса, но вот какая-то телесность, какая-то, возможно, даже индольность здесь присутствует, как во многих старых ароматах Герлен, собственно. Также я здесь чувствую помаду, ну вот такую вот, как говорят, прогулка, помада, да, старая помада, старая косметичка. И вот что-то такое в этом аромате совершенно точно присутствует. Потому да, так бы могло пахнуть за кулисьем Молин Руш, но при этом, при всем, это все-таки что-то очень женственное. Ну, танцовщицы все эти, вот знаете, ну им нечего терять. Они танцуют на сцене во времена, когда, собственно, ясное дело, кабре набирает свои обороты, но не все, конечно, к этому виду искусства относятся благосклонно. И, ну, наверное, девушки из хороших семей туда не попадают, сами понимаете. Потому вот как-то так, мне кажется, может пахнуть Молин Руш, косметика, 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 женские, женские тела. Вот что-то в этом роде. Так, давайте дальше. Готика. Черной-черной ночью в темном-темном замке на багровом-багровом пике на столике стоял черный-черный флакон, что за зелье было внутри. Я оглядываюсь, у меня непривычно какие-то... Там птицы, там собаки, там машины, там газонокосилка и сосед что-то там косил. Звуки необычные для моего видео будут, но вы уж меня простите. Готика. Ну, мне... Я вам сегодня покажу аромат, который для большинства людей соответствовал бы готике сто процентов. Но для меня это немножко другой ответ на вопросы этого тега. Для меня готика это именно палома Пикассо, да. При всем, при том, что многие этот аромат читают аромат мехов, достаточно женственным. Но я уже в каком-то своем видео о колдовских ароматах говорила, что это для меня такой, знаете, запах ведьмочки. И я застала то время, когда готика, готикой называлась не только направление в искусстве, но и субкультура. И многие мои друзья, конечно же, относились к этой субкультуре. И во многом эта субкультура, конечно, о... Ну, это немножко всегда есть в этом всем театральщина некая. Ну, понятно, состояние души, смерть ждет вас за углом. Все это, вся эта тематика близкости смерти, декаденсные все эти темы. Да, есть это все в готике, но также сам наряд, сама подача себя, в этом, конечно, есть некая театральность. И мне кажется, что, конечно, можно было бы надушиться чем-то очень мрачным, но я вспоминаю своих подружек, которые относились к этой субкультуре. Они не переставали быть девочками, никогда на самом деле. У них все также были какие-то драматические влюбленности, какие-то романтические истории. И, конечно, они хотели нравиться мальчикам, нравится окружающим. И этот аромат, он на темной, скорее, стороне, но он может нравиться. Это вот, знаете, ну вот, не знаю, как-то и флакончик мне вот какой-то такой, хотя совсем никаких готических форм в этом флаконе, естественно, нету. Ну вот, он бы мог где-то быть на туалетном столике какой-то, знаете, такой дамочке в готическом стиле. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Не знаю, почему-то я его отнесла к этой категории. Хотя у меня есть один, который, ну, по мнению некоторых, может больше соответствовать готике. Панк. Какой аромат Виви Инвестфуд наденет на встречу с королевой? Если мы говорим о я и панк, я бы надела, конечно, совершенно какой-то иной аромат. Но если это будет Виви Инвестфуд, она бы пошла туда совершенно точно в англомании. Я не буду оригинальной. В чем же еще? Англомания. Только он был, наверное, для таких встреч и создан в свое время, естественно. Давайте дальше. Киберпанк. Как узнать киберга по запаху? Многие те, кто снимал видео на этот парфюмерный тег, говорили о том, что это должен быть какой-то искусственный металлический запах. Я тоже киберпанк себе представляю в этих категориях. И мне, я наиболее металлические такие привкусы чувствую в аромате Вманити от Мюглер. Потому, да, наверное, бы это был Вманити от Мюглер. Киберпанк это была бы какая-то девушка совершенно точная и с прозрачной кожей, розовыми волосами и вот такой вот себе киберпанк. Что-то на границе. С идеально точенной фигурой, знаете, такая Мила Йовович из Пятого Элемента, но при всем при этом совершенно неживая, металлическая, искусственная и чуждая. Вот. Стимпанк. Какой флакон вы возьмете в кругосветное путешествие на дирижабле? Ну, опять же, стимпанк это... Я, кстати, никогда не интересовалась этой культурой стимпанков, не интересовали меня ни книги, ни вообще какие-то анимации по этому поводу созданы. Ну, я знаю некоторых совершенно восторженных этой темой и поглощенных в эту тему людей. Ну, для меня это, знаете, это очень что-то техническое. Но если мы говорим о путешествии, все-таки должен в этом аромате быть какой-то дух авантюризма, дух далеких стран, дух неизведанной культуры, новой еды, новых каких-то растений. Ну, при всем при этом какая-то техногенность. Пускай даже в ретро-стиле такая, знаете, все эти там стимпанк. Повторяться не буду, то есть вы понимаете, о чем речь. Вот какой-то технический нюанс в парфюме должен был бы быть. И я бы выбрала бы, наверное, Орто Париси Тессори. Там есть какая-то некая мазутность в этом аромате. Я уже о нем тоже рассказывала. Я в нем чувствую некую мазутность, но при всем при этом есть там какой-то гурманский аспект, который все-таки как-то навязывает какие-то мысли о путешествиях. Хиппи, хиппи, это, конечно, любимый мой стиль. И вообще мне бы, конечно, хотелось бы в этом теге увидеть нью лук прекрасных годов 50-х и вспомнить о стилягах 60-х, о культуре вообще всей этой лондонской моды. Там, конечно, можно было бы пофантазировать, но может кто-то сделать продолжение этому тегу и добавит эти стили в тег. Ну, сейчас о хиппи тоже года 60-х. Прекрасное время, прекрасная культура, прекрасные запахи, наряды, вообще какие-то визуальные аспекты самые, что ни на есть, завораживающие. И мне всегда нравилась эта культура. И, конечно, я ассоциирую хиппи с мемуаром от Гуччи. Если кто-то еще не видел рекламный ролик мемуара, он, конечно, да, он, конечно, о коммуне и о хиппи, и о такого вида, о таких настроениях. Но для меня это аромат от Роберта Пеге, это Казба. И вот именно этот аромат большинство бы, конечно, отнесло к стилю готика. Он пахнет ладаном, да. Но я в нем чувствую еще сухотравье. И для меня это очень природный и натуральный аромат. Потому я его ассоциирую с хиппи. У меня был период в жизни, когда мне нравилось носить платье в пол, какие-то амулеты на шее. И вот вся эта культура и близкость с природой тогда были в моей жизни. И я носила этот аромат. Для меня это был запах вот именно того настроения. Хиппи, хипповый. Хотя он грустный. И есть в нем какая-то меланхолия. Но при всем при том, что хиппи, они, да, они веселились и радовались жизнью. Но во всей этой радости ведь был какой-то протест, правильно, против существующей системы. То есть все было не без причины, не без повода. И все было, все базировалось, конечно, на какой-то глубокой внутренней убежденности. Вот это о каких-то внутренних убеждениях парфюм для меня. При всем при этом он очень натуральный. Он очень натуральный. Это да, это коммуна, танцы, пляски. Запах цыган для меня. Это тоже я уже вам когда-то говорила. Что-то в этом роде. Гранж. Чем польетесь перед ночным дебошем в анархической тусовке? Ну, я человек, который родился, собственно, не в 90-х, а еще раньше. И я точно знаю, что такое стиль гранж. И сама была частью такой тусовки. Хотя сейчас в это, наверное, сложновато поверить. И, опять же, можно было бы представить, что кто-то захочет политься каким-то, знаете, либо алкогольным ароматом, либо каким-то грязным черным афганцем. Но на самом деле ведь девочки в анархических тусовках оказывались там, наверное, по двум причинам. Либо девочки были, ну, непростую жизнь жили. И вот как-то они отрывались таким образом и протестовали. А часть девочек в таких компаниях оказывалась из-за мальчиков, конечно же, из-за кого еще. И такие девочки, конечно, хотели понравиться мальчикам. Неважно, мальчики были в стиле гранж, в стиле панк и в каком угодно стиле. Но все-таки любовная тема, она сподвигала многих из нас, особенно в юные годы, участвовать в каких-то, может, не очень, иногда правильных компаниях. И для меня вот такие вот девочки, которые попадали в такие компании ради мальчиков, всегда пахли сладкой и достаточно пошловатой. Вы представляете, у меня нашелся аромат сладкий, достаточно пошловатый. Это у меня такой, знаете, аромат в изгнании, который живет у меня в загородном доме. Это мадам Гре, не поверите. Я отвечу на этот вопрос, наверное, самым удивительным образом. Как вообще можно аромат мадам Гре, который, ну, собственно, посвящен очень изящной женщине и ее изящным драпированным платьем, сделать таким? Это фрукты, очень сладкие фрукты для меня. И вот так вот пахнут девочки на гранж-тусовках. Да, вот так они пахнут. Сладко, пошло. Еще могут пахнуть гучерашем. Но все-таки гучераш, гучерашем, но есть еще мадам Гре, не поверите. Вот он для меня так пахнет. Он девчачий, он, ну, если кто-то любит этот аромат, вы не обидитесь на меня ни в коем случае. Он немножко пошловат вот этой своей сладостью, мускусностью и химической базой. Но при всем при этом вот этот вот первый сочный яркий акцент, он может, конечно, понравиться вот какой-то такой девочке. И я вот прям все это вижу. Я вижу и кружевной топ, и рубашку в клеточку. При всем при этом на шее кружевной розовый чокер, может быть. И военные мартинсы, из-под которых выглядывают какие-то носки в розово-черную полоску. И вот этот вот пошловатый, фруктовый, сладкий запах, он вполне-вполне отвечает вот каким-то таким вот анархическим настроением. Вот такая была моя версия тага. Надеюсь, не очень сумбурно и не очень громко у меня было. На фоне спасибо девчонкам за классную идею, за классный таг. Я надеюсь, вот таких видео будет больше на просторах ютуба. Всем спасибо за просмотр и до скорой встречи. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok